А вы знали, что можно отключить сигнал микроволновой печи, чтобы никого не будить посреди ночи, если вам вдруг захотелось перекусить? Позаботьтесь о близких. Да, все микроволновки разные, но обычно звук отключается одним из этих способов. Посмотрите, нет ли на печи кнопки «Звук». Да, возможно, вам кажется это очевидным, но многие забывают о ней. Если такой кнопки нет, попробуйте зажать цифру 1 или 0. Производители очень часто прячут в этих кнопках всевозможные функции. Или попробуйте зажать кнопку «Стоп» или «Отмена». Если ничего не работает, загляните в инструкцию. Возможно, там написано про какую-нибудь комбинацию кнопок, которая может отключить назойливый сигнал. Если вы выбросили инструкцию, не волнуйтесь, на веб-сайте производителя должна быть электронная версия. Небольшие тканевые квадратики, которые идут в комплекте с пуговицами к новой одежде, тоже обладают определенным назначением. Нет, они нужны не для того, чтобы залатывать дыры. Скорее всего, такого маленького кусочка ткани будет недостаточно. Он нужен для того, чтобы вы могли протестировать на нем разные моющие средства, не рискуя испортить вещь. Конфеты M&Ms называются так по инициалам своих создателей. Их имена Форест Марс и Брюс Мьюри. Они объединились, когда Марсу пришла в голову идея создать драже с твердой оболочкой и шоколадом внутри. Он заключил сделку с Брюсом Мьюри, который был сыном президента компании Hershey's. Какой же получился вкусный итог. Раньше на монетах не было резьбы. Во времена, когда их делали из золота, мошенники подпиливали края. Затем они собирали обрезки и продавали их или переплавляли в новые монеты. Резьбу начали делать, чтобы избежать подобных махинаций. Она есть на монетах и сейчас, но скорее уже просто как дань традиции. Петелька сзади на рубашках появилась благодаря морякам, которые раньше вешали за нее одежду на крючки. Хитрость прижилась, ведь очень удобно вешать так рубашки и куртки, когда поблизости нет вешалок. Раньше солнцезащитные очки надевали не только в солнечные дни. Жители Арктики изобрели темные очки, чтобы защитить глаза от яркого света, отражающегося от снега. Они также были очень популярны в Китае в 12 веке, где люди носили очки, чтобы скрыть свои эмоции от посторонних. Под некоторыми духовками есть поддон. Знаете, для чего он нужен? Не для хранения кастрюли сковородок. Туда следует ставить блюда, чтобы те не остыли до подачи на стол. Точно такой же ящик есть и под некоторыми газовыми плитами. Подобный лоток очень удобен, в него можно ставить блюда и поджаривать до золотистой корочки. Число верхней части упаковки с кетчупом Хайнс показывает, на каком конвейере он был изготовлен. Для вас, как потребителя, эта информация не несет никакой ценности, так что можете не обращать на цифру внимания. Как же раздражает, что в общественных туалетах двери не доходят до пола. Они были придуманы такими специально, чтобы люди чувствовали себя некомфортно, находясь внутри. Но так время ожидания в очереди значительно сокращается, всем хочется как можно скорее покинуть кабинку. Маленькая выемка на дне чашки нужна для того, чтобы после мытья с нее беспрепятственно стекала вода. Также она пропускает прохладный воздух, из-за чего, когда вы наливаете кипяток, чашка не трескается. Спорим, вы все это время неправильно открывали пакетики с сахаром? Почему? Сейчас расскажу. Нужно надавить на пакетик посередине, а не отрывать краешек сверху. Так вы не испачкаетесь сами и не рассыплете сахар по столу. У большинства молотков на верхней части есть прорезь, в которую идеально помещается гвоздь. Она делается для того, чтобы было легче забивать гвозди в стену, не боясь ударить палец. Мои пальцы безмерно этому рады. У большинства зубочисток на одном из концов есть зазубрины. Эту часть можно отломить, чтобы у вас была удобная подставка и не было необходимости класть зубочистку на стол. Длинная горлышко предназначена для того, чтобы держать за него бутылку. Так тепло от руки нагревает только верхнюю часть бутылки, а не нижнюю, благодаря чему напиток дольше остается прохладным. Крошечное отверстие на конце измерительной ленты обладает очень полезным назначением. За него можно закрепить ленту на гвозде, чтобы вторая рука была свободна. А с помощью небольшой дырочки чуть ниже можно ставить метки карандашом, не поднимая ленту и не запоминая нужную точку. Бугристые края крекеров нужны для того, чтобы вы могли с их помощью вырезать идеальные кусочки сыра и класть их сверху. Щетка по краям эскалатора нужна не для того, чтобы вы могли почистить свою обувь, пока едете. Она установлена в целях безопасности, чтобы вы не подходили слишком близко к краю. Так шанс, что вашу одежду зажует, уменьшается. Странное зубчатое отверстие в центре, где сходятся ручки и лезвия кухонных ножниц, обладает удобной функцией. Оно отлично подходит для отделения таких трав, как тимьян и розмарин, от стебля одним движением, чтобы вам не пришлось срывать все листья вручную. Также им можно открывать бутылки. Крючки верхней откидной секции продуктовых тележек также обладают определенной функцией. На них можно повесить не очень тяжелые сумки. Крючки идеально подходят для таких товаров, как хлеб и яйца, чтобы их не раздавили другие продукты. Двухцветные эластики также обладают скрытой функцией. И нет, ни одна из сторон не стирает ручку, как мы думали раньше. Обычная голубая или серая часть позволяет стирать пометки карандашом с более тонких типов бумаги. Так, вероятность, что лист протрется или порвется меньше. Полоски на зубной пасте – хитрый маркетинговый ход, который появился еще в 70-х годах. Людям хотелось, чтобы паста не только чистила зубы, но и освежала дыхание. Тогда один из производителей добавил синюю полоску, чтобы показать, что паста обладает двойным действием – очищает и освежает. Третью полоску добавили позже, чтобы показать, что паста стоит на страже общего состояния зубов. Не знаю, что именно это означает. Хотя белые пасты ничем не уступают цветным, производители продолжают добавлять полоски, потому что они отлично продаются. К большинству подушек для булавок в комплекте идет еще и мини-подушечка. И у нее есть определенная функция. В маленькую подушку нужно втыкать булавку, которой вы пользуетесь в данный момент. Также она выполняет роль точилки и делает булавку острее. Шов на верхней части коробки с соком предназначен для того, чтобы вы не разливали напиток, когда пьете. Просто расправьте его так, чтобы углы выступали с обеих сторон. Теперь у вас есть две ручки. Коробку из-под пиццы можно сделать более удобного размера. Для этого оторвите верхнюю часть, затем выступающие по бокам язычки. Теперь можете сложить то, что осталось, пополам и вуаля, готово! Поля на бумаге предназначены не только для записи дат и нумерации. Изначально они выполняли защитную функцию. В былые времена бок о бок с людьми часто жили крысы, которые очень любили поживиться бумагой. Поля стали добавлять, чтобы грызуны объедали только свободный краешек и не добирались до самих записей. То же самое касается и полей на книгах.